Здравствуйте! Я сначала прочту ваш вопрос. Почему Бог, судя по всему, больше не разговаривает с людьми, как некогда с Авраамом? Сегодня мы его не слышим, а тех, кто слышит, считаем нуждающимися в психиатрической помощи. Неужели хотя бы только это никогда не заставляло вас усомниться в правдивости древних библейских историй? Ну, ведь есть в мире миллионы книг, и это совсем не обязательно иметь личный контакт или личный разговор с автором, чтобы убедиться в достоверности информации, которую он передает, или в правдивости книги. А тут, я понимаю вопрос, тут как бы еще сложнее, хотя там есть книги в мировой литературе, книги авторов, которых уже нет в живых, или даже когда человек доживет, и все равно мы не требуем личного контакта с ним, чтобы поверить книге. Но здесь тяжелее, потому что автор-то не человек. Так у нас все строится на вере. Вера во Всевышнего, вера в то, что он дал Тору через Маше еврейскому народу на горе Синай, это фундамент нашей веры, и вот на этом строится Тора. Теперь перейдем к другому вашему вопросу, ну, мы его как бы разберем, как другой вопрос, почему Всевышний не разговаривает с людьми? То есть, другими словами, почему у нас нет пророчества? Пророчество – это не видение на будущее, это не обязательно. Пророчество – это разговор Всевышнего с человеком. И у нас есть 48 книг пророков, но всего за нашу историю было 1,2 млн пророков, просто только 48 из них записали вещи, которые относятся ко всем поколениям. Остальные все передавали пророчества, которые относились только к тем людям, которые были вокруг них. Так почему же нет? Значит, с разрушения первого храма пропало пророчество. И когда оно было, еврей приходил к пророку и задавал вопрос по Торе, по жизни, как поступить, что делать. И пророк передавал ему слова Всевышнего. То есть, Всевышний через пророка отвечал ему, и человек получал как бы духовный рецепт, что и как ему делать. Разумеется, что был противовес духовный, у людей было такое очень сильное нежелание принимать эти вещи. Это да, было. То есть, обязательно должен быть какой-то противовес. Но, в общем-то, можно было прийти к пророку и получить от него рекомендации, как и что делать. И эти рекомендации, это от самого Творца. А теперь Всевышний-то забрал. И это очень странно, потому что Тора духовная, выполнять ее в материальном мире невероятно тяжело. И встает огромнейшее количество вопросов и проблем, как мировоззренческих, так и в бесчетном количестве жизненных ситуаций. И почему же тогда Всевышний забрал от нас пророчество? Пророчество, при всех плюсах, это все-таки общение со Всевышним через посредника. Всевышний хотел перевести нас на более высокую ступень, на более высокий уровень контакта и связи с ним самим. И поэтому он забирает пророчество. И теперь каждый еврей должен самостоятельно искать Всевышнего, искать ответы на свои вопросы. Нет уже вот такого вот готового рецепта. Ты должен это искать, прикладывать усилия, стараться, молиться, проходить через все, что мы проходим. Падения и подъемы, удачи и неудачи, боль и радость, непонимание и открытие. Все, 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 весь комплекс жизни, весь комплекс поколений еврейского народа, все, через что мы проходили, это путь к Творцу, путь ко Всевышнему. И Всевышний хотел вывести нас на уровень такого прилепления к Нему самому. Так что каждая еврейская душа имеет личный, индивидуальный контакт прямой со Всевышним. Не через кого-то, а напрямую. И это намного-намного выше, чем даже получать готовые рецепты от самого Всевышнего. Это уже как бы стремление снизу вверх, стремление самой души. И пророк говорит, что в конце времен, мы придем к этому, в конце времен, каждая еврейская душа будет полностью прилеплена ко Всевышнему и будет иметь с Ним личный контакт. И вот, чтобы к этому прийти, Всевышний был вынужден забрать у нас пророчество и, как вы спрашиваете, не разговаривать как бы, ну так как это было напрямую, не разговаривать, чтобы мы вот пришли к этому. Я на этом с вами попрощаюсь и всего хорошего. Спасибо.